Здравствуйте! В эфире программа «Спорт» в студии Александра Молодцова. В ближайшие 10 минут я расскажу вам о самых ярких спортивных событиях минувшей недели. На прошлой неделе в Норильске прошло множество соревнований, посвященных самому мужественному празднику – Дню Защитника Отечества. Одними из первых к нему присоединились норильские школьники и студенты. Во дворце спорта «Арктика» прошла военно-спортивная игра «Будущий воин-2019». Свои команды выставили 1-я, 28-я школы, 5-я гимназия, 3-й лицей, политехнический колледж и индустриальный институт. Настать! Внимание! Мальч! Калашникова, неужели, неужели, неужели! В качестве стафетной палочки макет автомата Калашникова – это первое испытание игр. Нужно добежать до конуса и вернуться обратно. На первом месте с результатом минута 17 команда первой школы. На втором с отрывом всего в 74 сотых секунды – 28-я школа. Конечно, хорошо, что мы закончили эту часть соревнований первыми. Мы идем сейчас на первом месте в общем зачете, но впереди еще много тяжелых испытаний, которых нам предстоит победить. Я надеюсь на это. Однако в лидерах первая школа продержалась недолго. Уже на втором этапе первенства перехватила команда политехнического колледжа. В сумме четыре участника потянули 91 раз, а вторая половина команд в это время готовилась к другому этапу – биатлону. Выстрелом из пневматической винтовки ребята должны были поразить цель – воздушный шарик. Безговорочным победителем на этом этапе стали студенты индустриального института. Ребята признали, что их результат во многом заслуга тренера и по совместительству главного судьи соревнований Валерия Дубровина. За три недели до начала всех соревнований нас Валерий Анатольевич собрал, сказал, что ребятам будем участвовать. На большом перерыве, который у нас час-двадцать минут, все час-двадцать минут он заставлял нас бегать, проходить все эти испытания, препятствия. Тренировал нас хорошо. Проверили студентов и школьников и на готовность к гражданской обороне. С эвакуацией пострадавшего из зоны поражения отлично справились все. Будущие воины соревнуются в Норильске уже 19 лет. С каждым годом участников становится все больше, рассказывает главный судья состязаний. Цель была массовость привлечения молодежи к военно-спортивным мероприятиям, чтобы они не по подъездам стояли, а чтобы были заинтересованы и в военной подготовке, так как это будущее, военные, им еще служить в армии год нужно будет этим молодым людям. Чтобы стать лучшим воином 2019, нужно было достойно пройти все испытания. По итогу места, полученные на каждом этапе, суммировались. Победил тот, кто набрал наименьшее количество очков. Бронза у команды первой школы, серебро у политехнического колледжа, а главный трофей забрали студенты Норильского индустриального института. В пятницу патриотическую эстафету подхватили норильские фехтовальщики. В спортивной школе номер 3 прошли традиционные состязания. 22 февраля подвели итоги личного первенства. Победителями стали Виталий Фалилюхин и Виктория Пачкаева. А в субботу ребята соревновались уже в командном зачете. Кто победил, расскажем в следующем сюжете. В традиционном турнире участвуют самые младшие воспитанники третьей спортшколы. Сейчас это фехтовальщики 2006-2010 годов рождения. Несмотря на юный возраст, мальчишки и девчонки показывают не только отличные результаты, но и удивительную сознательность. Спорт мне поможет. Заниматься там буду. Подрасту нормально. Год отслужу. Ну и потом в Москву, наверное. В институт пойду. Ну, спорт мне поможет очень сильно. На дорожке 11-летняя Полина Дюзина. Девочка занимается фехтованием только второй год, но уже уверенно выступила на пяти турнирах. Но этот, пожалуй, самый почетный. Полина уверена, что День защитника Отечества – это не только мужской праздник. Ведь защитницы Отечества были всегда. Полина даже планирует сама встать на защиту Родины. Девочка уверена, главное для солдата – это сила воли. А благодаря спорту у нее этого предостаточно. Когда мы фехтуем в командных, то мне кажется так, что я поддерживаю свою команду. Я стараюсь принести победу. Ребята выступают в смешанных командах. В каждой есть лидер, который ведет к победе. Есть среднее звено и есть начинающие. Это сделали для того, чтобы потянуть самых маленьких фехтовальщиков. Юные спортсмены поражают своей выдержкой, ведь это второй день состязаний. Начинали мы с половины четвертого и закончили уже в 8 часов вечера. Дети, конечно, устали, потому что маленькие. В это время мы обычно не проводим для них. И сегодня к 9 часам много народу, основная часть подошла и до сих пор работают. В итоге победителем среди мальчиков стала команда Александра Симонова, Владимира Долгалева, Никиты Говоркова и Акима Акимова. А среди девочек лучшими признаны Виктория Пачкаева, Арина Сацек и Дарья Горбачева. Продолжим мужественную тему единоборствами. В Норильске завершился трехдневный мастер-класс по карате. Его провел тренер женской сборной России по кумите Николай Степанов. С утра и до позднего вечера эксперт делился опытом с юными северянами и их тренерами. На одном из занятий побывала и наша съемочная группа. Каждое движение каратиста на татами должно быть со смыслом. Это первое, чему учит участников мастер-класса Николай Степанов. С юными северянами он строг, но справедлив. Я научилась бить хорошо с передней руки. Теперь я могу быстро атаковать и зарабатывать на этом баллах. То есть есть плюс, да? Да. Очень хороший, он объясняет понятно. Мне очень понравился мастер-класс. В конце полуторачасового занятия игра, знакомая многим с детства. Чай-чай-выручай, но с каратистскими фишками. Чтобы спасти осаленного товарища, нужно выполнить два простых удара ногой. Маваши Гири. Мне понравилось, как он нас сначала перегружает, потом в конце он нам дает всякие игры. И потом мы отдыхаем. Ну то есть мы сначала перегружаемся, и он нам дает отдых. И мы потом отдыхаем, и опять перегружаемся, и потом мы играем. За тренировкой юных спортсменов внимательно следят их тренеры. Поучиться у настоящего мастера каратэ, да еще и не выезжая из Норильска, это уникальная возможность. Тренер перестает расти, как только он перестает развиваться сам и искать информацию. Поэтому пригласив сюда тренера сборной России, наша задача – расти дальше. Потому что на самом деле у нас кумите в Норильске развивается, но еще есть к чему стремиться. Николай Степанов приезжает в Норильск во второй раз. Тренер женской сборной по кумите – это боевая разновидность каратэ – отмечает в Норильске очень сильные спортсмены. Очень хорошие ребята, хорошо технически готовы, и самое главное – они готовы работать. Какие бы здания ни давали, они с большим энтузиазмом к этому относятся, работают с удвоенной силой. Не хватает, но, скорее всего, опыта, потому что, к сожалению, ваш город такой замкнутый, и выезжать на соревнования в различные уровни им очень тяжело, и они варятся здесь в собственном соку. Весной Норильский Олимп посетит олимпийский чемпион по греко-римской борьбе. Сейчас ведутся переговоры со спонсорами. Следующий сюжет, конечно, уже не назовешь мужественным, но зато он точно заставит вас улыбнуться. Названы имена лучших шашистов Норильска среди детсадовцев. Общегородской финал прошел в детском саду Норильчонок. Туда съехались по шесть представителей каждого района Норильска. Торжественность момента зашкаливает. В зал входят 18 сильнейших шашистов Норильска в финал городского турнира. Скоро решится, кто же станет лучшим из лучших. Первый тур объявляем открытым. В зале тишина. Ее нарушает только стук шашек о доску. Участники сосредоточены. Первым партию заканчивает стол номер один. Победил Марк Менюшев. Тренировался я с дедом. Готовился много. А дедушка у тебя хорошо играет? Да. Самыми сильными игроками на таких турнирах считаются девочки. Ходят не торопясь, вдумчиво. И это выводит из себя нетерпеливых мальчишек. Меня научили в садике играть Лилиана Александровна. Это мой воспитатель. Мне совсем не сложно в них играть. Я просто следовала за победой и я выиграла. Право выйти в финал юные шашисты завоевали на отборочных турах. Сначала определили лучше в группах, потом в детсадах, районах. И вот теперь итоговое состязание. Я играл у себя в шашечном турнире. У себя в своем садике играл. Это был последний шашечный турнир. Я выиграл там первое место. Потом отправился сюда. Надеешься на победу? Я еще играла в садике дома и еще дома. Я тренировалась и побеждала. Сначала в садике, потом от Толнаха, а потом сюда я пришла. Шашечный турнир среди детсадовцев проходит в Норильске в девятый раз. Организатор Светлана Баринова говорит, добрая традиция очень нравится детям. Шашки – это вообще очень хорошая игра. Дети на самом деле очень любят. И усидчивость развивает, и такое достовое наставает. Это не просто физкультура. Это физкультура ума, и дети развиваются. По итогам девятого шашечного турнира лучшими стали Мира Солопенко, воспитанница восьмого детского сада, и Артем Губайдулин, гордость 84-го сада. Всем финалистам вручили шахматные доски. Пора переходить на новый уровень. Какие спортивные мероприятия стоит увидеть на этой неделе, расскажем прямо сейчас. Анонс событий в эфире программы «Спорт». Первенство города по спортивной гимнастике стартует в пятницу, 1 марта. Участвуют воспитанники и воспитанницы спортшколы номер 2. Эти традиционные соревнования посвятят Международному женскому дню. Начало в полдень. Также 1 марта, но уже в 17 часов, пройдет турнир по боксу за Полярный ринг. За звание лучшего будут биться сильнейшие спортсмены Норильска и Дудинки. Ареной для баталий станет спортивный зал «Игеркулес». В субботу стартует турнир по настольному теннису, посвященный Международному женскому дню. На Толнаске 68А будут соревноваться три дня. Стартует турнир 2 марта, а итоги подведут 6-го. Торжественное открытие состоится в 18 часов.